Девушки отдыхают В московских СИЗО находится более 20 украинских военных. Об этом заявляет российская правозащитница Елена Васильева. По ее словам, украинцев обвиняют в незаконном пересечении границы, хотя фактически их взяли в плен во время боевых действий. Большинство ранее держали в ростовском СИЗО, затем их перевели в Москву. С родственниками некоторых уже удалось связаться. Сейчас правозащитники составляют список задержанных украинских солдат. По подсчетам активистов, в плену террористов и россиян находятся более 700 граждан Украины. Цель Украины избежать войны в центре Европы. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Валерий Чалы в эфире одного из телеканалов. По его словам, если наши войска ударят по колоннам российской военной техники, развернется полномасштабная война с применением авиации. Но тогда мы потеряем доверие Европы, считает Чалы. Однако Украина готова ответить, если боевики начнут масштабное наступление. Наши военные не сдадут занятые позиции и не отступят от разграничительной линии, определенной Минскими меморандумом 19 сентября. Пятеро украинских бойцов погибли, восемь получили ранения за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. Боевики обстреляли украинские позиции более 30 раз, а за время действия режима перемирия более 3 тысяч. Об этом сообщили в группе информационное сопротивление. Сохраняется активность боевиков на Дебальцевском и Луганском направлениях. Сепаратисты наносили огневые удары по Авдеевке, Трехизбинке, Сокольниках, Орловском, Пескам. Четыре раза был обстрелян Донецкий аэропорт. В районе Горловки зафиксированы реактивные установки залпового огня. После нанесения огневого удара они меняют позиции. Возле Мариуполя боевики прекратили безуспешные попытки форсировать реку Кальмиус. В то же время продолжаются обстрелы в районе Гранитного, Толоковки и Коминтерного. Террористы продолжают отводить из Донецка свои войска из Петровского района на другие участки и концентрироваться в северных и северо-западных районах города. В Петровском районе Донецка остались отдельные подразделения банды «Оплот» с минимумом тяжелой техники. Одновременно боевики активно обстреливали поселок Пеский и перемещались вдоль фронта, в том числе в сторону Авдеевки. Продолжается переброска малочисленных групп боевиков в район Еленовки-Новотроицка, а также Горловки и Янакиева. В районе Углегорска на первой линии сосредоточилась группа боевиков численностью до 400 человек с артиллерии и бронетехникой. В резерве у этой тактической группы «Макеевское бандформирование». В нем до 300 боевиков и около 10 единиц бронетехники. В Луганской области боевики 32 раза обстреляли населенные пункты, в том числе и подконтрольные Украине. Во многих из них из-за попадания снарядов повреждены газопроводы и линии электропередач. В результате без газа остались жители города Счастье и нескольких соседних сел Трехизбинка, Кряковка, Сокольники, Чернухина. Электричества нет в Наво-Александровке, частично в Станице-Луганской и Пшеничной. Ночью в Донецке опять стреляли. За минувшие сутки артиллерийскими снарядами повреждены 9 жилых домов в Киевском районе. Утро без газа встретили 2700 жителей города. В настоящее время обстановка в Донецке относительно спокойная. Все коммунальные службы и аварийные бригады работают в штатном режиме. Восстановлено электроснабжение около 1000 домов поселка Октябрьский. Жительницы Инакива требуют от боевиков самопровозглашенной ДНР денег на жизнь. Как сообщают интернет-издания, женщины с детьми пришли в местный гурсовет, чтобы выяснить, когда же они получат выплаты. Самопровозглашенные власти заверили, что так называемый гум-комвой из России привез деньги и выплаты начнутся уже вскоре. Однако известно, что с последним гум-комвоем на оккупированной территории завезли оружие и боеприпасы. Ранее стихийный митинг состоялся возле Свердловского исполкома в Луганской области. Собравшиеся требовали, чтобы сепаратисты покинули город. Подобный бунт прошел и в Червоно-Партизанске 16 ноября. Люди возмущались бесчинствами боевиков. 300 миллионов гривен выделит Кабмин для финансирования первоочередных мер по восстановлению объектов социальной и жилой инфраструктуры, а также систем жизнеобеспечения поврежденных из-за боевых действий на Донбассе. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства 12 ноября текущего года. Согласно документу, осуществить выплаты за счет средств резервного фонда госбюджета поручены Министерству финансов. В свою очередь Донецк и Луганская облгосадминистрации должны в недельный срок согласовать с профильными министерствами перечень расходов и утвердить его. А отчитаться об использовании выделенных средств администрации должны будут уже до конца текущего года. Великобритания закупит 10 бронемашин для миссии ОБСЕ на востоке Украины. Об этом официально заявил министр иностранных дел страны Филипп Хэммонд. Все автомобили будут копированы по последнему слову техники. На это британское правительство истратило более 1 миллиона 200 тысяч фунтов. Напомним, что в настоящее время ОБСЕ расширяет свою мониторинговую миссию в Украине. В Донецкой и Луганской областях будут работать 350 человек и еще 150 с российской стороны границы. К слову, инспекторы ОБСЕ не принимают участие в расследовании катастрофы малайзийского Боинга. Ну а на месте авиакатастрофы Боинга продолжают работать полицейские и судмедэксперты из Нидерландов. Территорию контролируют террористы, но голландцам удалось договориться о вывозе обломков. Их грузят вагоны, а затем перевезут в Харьков. Оттуда транспортируют в Нидерланды. Вчера же в ходе прочесывания места аварии были найдены новые фрагменты тел погибших. Это подтвердило правительство Нидерландов. В ООН настаивают на беспрепятственном расследовании падения малайзийского Боинга. Все обстоятельства трагедии должны быть выяснены, а виновные наказаны. Напомним, что на борту сбитого террористами лайнера находилось 298 человек, и все они погибли. Необходимо создать рабочую группу из представителей Украины, Венгрии и Словакии, которая бы использовала новые технические возможности для укрепления энергетической безопасности в Европе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Собеседники обсудили новые технические возможности поставок газа благодаря запуску интерконнектора между Венгрией и Словакией уже в конце этого года. Также глава государства предложил ввести совместный контроль на украинско-венгерской границе для оживления экономического сотрудничества и противодействия коррупции. Украина может допустить норвежские компании к управлению украинской газотранспортной системой. Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Цинюк на Украино-Норвежском форуме в Киеве. Для этого Верховная Рада готова принять закон, который разрешит европейским партнерам, в том числе и норвежским, напрямую инвестировать в ГТС и подземные хранилища. Создать эффективную систему здравоохранения в Украине – одна из главных задач правительства. Потому эксперты предложили свою программу развития этой отрасли под названием «Видение-2020». В чем она заключается и как скоро реформы начнут внедряться в жизнь, узнавала Вероника Сыктым. До 2020 года в Украине предусмотрен ряд реформ, в том числе и в области здравоохранения. По мнению экспертов, начинать изменения необходимо с улучшения качества медицинских услуг. Основными стратегическими принципами реформы охраны здоровья должны быть наличие свободы потребительского выбора. То есть каждый потребитель услуг в системе охраны здоровья имеет право свободно выбирать себе место и предоставителя услуг. Также необходимо отметить, что финансовые обязанности государства касательно охраны здоровья должны соответствовать экономической мощности страны. И уже существующим бюджетным ресурсам. И ограничиваться разработками со стороны государства в сфере политики, контроля и наблюдения. Ориентация на качество услуг, предоставляемых врачами – первое, на что эксперты требуют обратить внимание. Ведь именно от этого зависит процесс выздоровления пациента. Прежде всего, это системные реформы. Мы говорим о структурных дисбалансах в организационном секторе. То есть очень много внимания уделяется больницам и очень мало уделяется внимания первичному обследованию. Следующее – это вопрос финансирования, который должен быть на первом месте. Система финансирования из разных поступлений. Это означает, что бюджетные больницы имеют какое-то количество коек, а необходимо ориентироваться не на количество мест в больнице, а на качество предоставляемых услуг. По данным экспертов, 68% граждан Украины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время ежегодно в нашей стране случается до 50 тысяч инфарктов. Поэтому особое внимание необходимо обратить на реформирование кардиохирургии. Каким образом мы можем в корне изменить ситуацию в медицине? А изменения нужны в краткосрочной перспективе. Поэтому я считаю, что правительство и президент смогут увидеть результаты в ближайшее время. Нужно уделять внимание именно кардиологии и кардиохирургии. Таким образом мы сможем снизить смертность украинцев уже в ближайшее время. Воплощать реформы в жизнь начнут уже в скором времени. И эксперты уверены, что улучшение системы здравоохранения непременно выведут Украину на высокий уровень предоставления медицинских услуг. Вероника Сектым, Даниэль Косаковский, БТБ. Российским морякам закрыли доступ на борт вертолетоносца Мистраль, который стоит на якоре во французском порту Сен-Назер. Командовая на служащих российского флота, находится во Франции для подготовки отправки Мистраля в Россию. Они прибыли туда еще в июне. Церемония передачи России первого вертолетоносца должна была состояться еще 4 дня назад. Контракт подписан, однако официальный Париж отказывается передавать корабли России за ее агрессии по отношению к Украине. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok